Всем здравствуйте! Меня зовут Снежа, добро пожаловать на мой канал. Сегодня мне заплетают безопасные дреды. Мои подписчики в Телеграме заголосовали. Сейчас иди сюда, Ирина. Я вас хочу познакомить с моим прекрасным мастером, который будет мне делать плет. Мы знакомы с Ириной уже больше 10 лет. Еще с момента, когда я только переехала в Санкт-Петербург, Ирина являлась тем самым человеком, который обучал меню наращиванию, плетению, всему на свете. Так что вы задавали вопрос, какие у меня есть люди, с которыми я давно знакома и дружу. Вот, пожалуйста, человек, который является большим профессионалом и прекрасным человеком. И сегодня мы сделаем из меня... Могла бы, конечно, получше ракурс выбрать. Сегодня мы будем делать из меня просто супер сверхяркого персонажа, потому что этот комплект, который я принесла, я еще не заплетала, и он катастрофически яркий. Вы что, ничего не добавите? Это нас огорчит, но не остановит. Ну ладно, все, погнали. Еще я буду задавать Ирине вопросы определенного характера, чтобы вам было больше понятно про то, что если бы представляет заплетение безопасных материалов. И поэтому это видео будет информативным, интересным. Вы поставили уже лайк, подписались на все мои соцсети, подписались на Ирину. И я думаю, что начнем, пожалуй, с того, что мы сейчас развесим материал, и я вам что-нибудь там расскажу. Я сейчас вам еще экскурс проведу по студии Ирины, с вашего позволения. Все, окей. Пойдемте, пока Ирина готовится к работе, я покажу вам, что у нас тут, что за богатство присутствует в королевстве Ирины Григорьевой. Погнали. Здесь висят разные украшения для ваших прекрасных причесок. Вот здесь висят примеры, я так понимаю, да? А, нет, это на резиночках, изделия на резиночках. То есть, если вы хотите вплести себе какие-нибудь прикольные штучки на волосы, ну, то есть, например, у вас есть просто ваши волосы или косы, и вы хотите просто, чтобы дополнить это чем-то, то вот здесь есть косые дредики на резиночке. Мне кажется, это гениально, просто гениально. Так, пойдем посмотрим, какие есть комплекты тут готовые. А вот здесь висят готовые комплекты, готовые комплекты, и вот это комплекты на прокат. Вот такие тут есть истории. Здесь есть еще дополнительные материалы разные, прикольные. Здесь есть прикольные девчонки. Девчонки. Все, показала. Показала вам. Здесь на кухне есть еще красавчик новенький, тоже можно здесь. Давай покажу. На кухне. Мы тут фотками. Ой, какой красивый, такой нежный. Прям свежак, свежак. Ой, а что это? Да, красота. Дритта, дритта, такая красота. Вообще-то тут у вас целая коробка всякой красоты. Да, это все сейчас на отфоткивание. Ныряй вглубь, как говорится. Прикольно. Да, да, да. Крутяк. Так что, если вам хочется заплести какие-то безопасные дреди и проще, вы знаете, куда обращаться. Значит, смотри, я их распределяла по цвету, потому что здесь они все начинаются от желтого. Они все от желтого. Да, центр плюс-минус желтый все равно. И получается, что вот эти как раз кое-какие там от желтого не начинаются. Вот тут есть центр, который начинается хотя бы не от желтого. И вот эти те, которые от желтого начинаются, их бы мне было бы неплохо вплести как раз, наверное, на зону лица, потому что у меня-то они розовые. И вот здесь есть еще косички какие-то, которые тоже от розового начинаются. И я, если честно, просто предвкушаю, что это будет очень ярко. Да. Очень ярко. И я просто скажу, ну, здорово. Но, с другой стороны, мы с тобой совсем скоро увидимся в следующий раз. Это даже будет, ну, недели через три, что ли. Я подумала, что в целом такой эксперимент может. Ну, поносить. Ну, смотри, вот здесь центрованные есть более вот такие фиолетовые. То есть все остальное плюс-минус все равно желтый. То есть либо желтый, либо вот чуть-чуть красный. Можно сделать смещение. То есть, в принципе, ну, не вот так вот, да, не так. Да, они тогда будут длиннее. Но если мы чуть-чуть, например, сместим, вот, смотри, капельку. Если волосы будут заплетаться вот сюда, то вообще нормально. Ну, видишь, вторая половина будет желтая. Либо я могу, наоборот, на желтую заплетать, а эта будет неоплетенная, она будет более такая красная. То есть вот самую, например, виски или челку, вот оно фиолетовое есть. Вот здесь вот чуть-чуть есть. То есть либо капельку можно сместить. То есть смотри, вот он центр. Если мы капельку сместим чуть-чуть, вот оно уже не центр. ты про то что будет у корней да да вот мы смещаем и если мы например вот сюда на волосы а вот эта часть она у нас более розовая то есть чуть-чуть можно посмещать все могу такие найти которые немножечко можно сместить чтобы они не делали вот такую нам история я просто еще вот что думаю здесь есть вот косы но я не точно не хотела бы знаешь косы на верхнюю зону пихать да и на виски ну на виски да можно потому что вот такое вот например выбрать что попышнее что даст нам больше вот этого цвета либо вот этого да то есть как вы здесь не смешать мне бы не хотел тут они коротышки ты не почувствуешь особой разницы в длине то есть как бы да немножко опять же что если четко по центру то конечно смотри например у нас и розовый и фиолетовый четко по центру вообще полностью фиолетовый я просто думаю но козы висок вот эти вот этих хватит если не сильно смещать вообще или вообще не смещать чтобы улица мне кажется что должно хватить но на край то точно вот этого хватит у нас здесь раз два три дальше по одной вот так внутри по 2 на висках получается в принципе вот этот розовый второй кусочек розовый то есть вот эти все на центр около лица ты все равно всегда убираешь вот это вся центральная часть вот здесь у нас есть парочка которые ну плюс минус рядом и вот с этими косами это уже к вискам то есть да и соответственно сейчас еще парочку найду которые если не сильно сместить чтобы они тоже давали не желтый короче этого хватит на переднюю линию точно передняя линия точно будет такая как привыкла фуф я даже немножко нервничаю если честно мне кажется что у меня таких ярких еще в общем не было я просто никогда не пришли я их увидела и такая мне кажется фамилию можно поменять вениченко суета можно двойной сделать а чё мы мотаемся вот этим у меня есть не смотри ну один в один же не ну короче я скажу это мото купленный под тебя могу экономить вашего пакете кстати был не да а я из пакета достала достала только дредосу да вижу расходы чуть-чуть он поспокойнее хочешь будем этим сказали что это мужское проявление суета это мужское проявление мне нужно быть следить и замедляться и не суетиться потому что я веду себя как мужичок когда суючусь а это как бы плохо или хорошо это в каком ключе то просто просто это факт ну так это просто факт он не может никак влиять в каждом человеке есть и мужской и женская но вот у меня мужского больше и поэтому мне надо за собой следить так что я сейчас замедленно проверю как кадровый начинай дышать маточкой как задышу как задышу и воздуха не останется все маточкой начнут дышать хорошо слышу слышу как кто-то дышит маткой на кухне да-да-да но если чихнула у нее матка просторная видимо вспомнили значит так пока пока ерина делает ниточные заготовки я немножко расскажусь расскажусь самые частые вопросы которые задают люди первый вопрос заключается в том сколько носится вообще прическа наверное надо начать вообще издалека что бывают разные виды заплетения разные всякие штучки бывают косы безопасные дреды всякое такое так это по структурам больше ну да ну суть в том что есть есть виды безопасных полетение синтетических материалов причем вот я бы начала наверное даже с того что есть синтетические материалы и не синтетические потому что сегодня по факту у нас как раз история про органический материал это не синтетика и если мы начнем вообще от рождества христова то по факту это видео будет длиться 6 часов готовьтесь мы очень быстро будем разговаривать вот так они так постоянно слушают на 2 на 2 и да на ю тубе есть такая такая версия конечно начнем значит говорить вот так мне кажется короче суть в чем в том что прежде всего материал есть органические неорганические сегодня мы работать будем с войлоком это органика если мы говорим про синтетику то это естественно речь идет о каниколоне и а и же с ним вообще вот все вот это вот то что синтетические волосинки в зависимости от того как раз какой материал мы используем для изготовления заготовок у нас как раз структурный ряд здесь либо мы можем себе позволить из войлока наплести и косы и дреды конкретной текстуры либо мы не можем потому что синтетика конечно сильно больше вариантов из-за того что каниколон очень пластичен он принимает свою форму сохраняет ее после остывания после термообработки то ты его можешь по факту запихнуть в любую вообще форму практически отгофрировать или выпрямить потом конкретным образом собрать крючочками не крючочками сейчас будут розовые дать прощайте прощайте ладно все отстирывается нормально вот соответственно каниколон запихнули закрутили задредили начесали как-то вот это все завернули варнули обработали термически дали остыть и все и он в этой форме с войлоком так не поступишь и у войлока еще есть процент аллергических реакций поэтому здесь до косы дреды дреды такие 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 все равно будет зависеть от того из чего мы это делаем ну и каниколон же он же бывает низкотемпературный высокотемпературный здесь что-то возможно сделать только из конкретного что-то возможно сделать из любого ну короче говоря на самом деле суть в том что одно за другое цепляется информации очень много потому что синтетических материалов много из органических материалов этого войлок либо натуральные волосы в целом эта история про то что вам нравится больше и какой у вас бюджет потому что естественно синтетика она стоит дешевле и вариант с синтетическими изготовками он естественно более востребован по цене и по вариативности из важного основного наверное что что для людей которые совсем неопытные потому что тут сейчас мне кажется многие такие боже как много незнакомых слов страшно да 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 хочется сказать следующее если вы хотите заплестись делать какую-то прическу с применением дополнительных материалов не нужно бояться этого срок носки обычно месяц-полтора в зависимости от того как вам заплетают иногда можно носить меньше иногда можно носить больше но все-таки если говорить про стандартные сроки но рекомендованно это месяц максимум полтора 5-6 недель и получается что вот здесь на этом этапе у многих есть вопрос по поводу того насколько это вредно и я тоже тут ставлю свои пять копеек скажу что все зависит от того как вам это все дело вплетут потому что можно заплести так что он неделя носки перегруженных волос ваших может привести к выпадению и повреждению волосяных луковиц и что может вообще очень негативно сказаться и самыми первыми звоночками к такому такой истории и будут являться во-первых очень сильные покраснение кожи плюс маленькие такие прыщички когда вылезает от перетянутых волос и в целом ощущение того что вам волосы очень сильно тянет и если это ощущение длится больше чем два дня потому что первое первые дни могут быть непривычными неприятными это нормально но если это длится больше четырех-пяти дней вы носите неделю у вас все болит а как бы перетянутые волосы они приводят еще и дополнительные головной боли и в целом такому общему недомоганию потому что область головы она достаточно большая и организм естественно это на это реагирует поэтому если все заплетено корректно то первые два дня может быть непривычный оттянет да это нормально особенно если у вас очень короткие волосы и конечно же это может быть дискомфортно но а так в целом как бы все на третий день уже все в порядке но здесь еще нужно понимать что адаптационный период вот это вот при время привыкания даже если мы говорим про правильное заплетение из факторов их много не то что типа как вам заплели бывает хороший мастер хороший хороший метод вплета все учтено ну например комплект клиентка принесла свой обожаемый любимый а весит он килограмм то есть если мастер такой как бы молодец умничка все грамотно распределяет все хорошо вплетает без перетяжек но при этом при всем все наши пятьдесят заготовок весят кило тот тут какой бы мастер не был хороший я например не смогла уговорить что это не очень будет для волос то есть бывает же такой аспект я люблю я хочу я привыкла мне надо это и ты как бы как не сражаясь а там то есть я например до мастер с авторитетом с огромным стажем просто скажу нет то есть либо мы делаем повтор до этого комплекта но в допустимых весовых рамках либо не ко мне либо срок носки маленькие да да но либо надо но я уезжаю в таиланд на месяц мне надо вот я вернусь и мне надо будет приехать красивый нет то есть здесь еще есть вот эти моменты что как бы нужно весовую историю честь нужно учесть длину собственных волос нужно учесть предполагаемый или желаемый срок носки можно вплести килограммовые дырдосы на неделю вообще легко под мероприятие для какого-то ивента вообще вот прям да окей у меня есть таких парочку комплектов которые я заплетаю там хвост невозможно создать потому что у тебя просто шея переламывается но если я понимаю что мне надо дорого-богато да да колен вот такие вот жирные червяки я понимаю что это будет пять дней и все и снимать то есть адаптационный период это уже следующий момент вот эти все покраснения стянутость это как раз история от трех ну даже от двух до семи дней да то есть если спустя неделю еще у нас на голове ахтум то что-то не так это действительно так покраснение прыщички маленькие гнынечки это может быть реакция не только на перетяжку на вес например это может быть реакция в принципе на материал и на нехарактерное направление вот когда уложили волосы в другую сторону и еще это может быть реакция на то что мы грязными лапками полезли чесать так как фолликул имеет определенное направление в коже но волосок он же не просто торчит вот так ровно он под каким-то направлением бывает такое что при заплетении волосок мы разворачиваем другую сторону образовывается небольшой зазор в фолликуле и если едешь ты в метро за заплетение чешется чешется почесала лапками не очень чистенькими все в этот зазор заносится пыль грязь ксебом с поверхности рук с кожи головы кожи лица например с косметики которые очень часто замазывают туда и там сразу же начинается микровоспалительный процесс то есть здесь тоже история по рекомендациям какая мы грязными лапками кожу головы свежезаплетенными не лезем то есть антисептик и то не чесаться а именно вот так потрогать легонько но нужно за этим следить у меня дочка маленькая была на вот так чесала голову вот она меня хорошо прям подвигала прическу вообще классно а тогда ручки должны быть чистые но и желательно конечно не чесаться адаптацию легко помогает пережить конкретный косну конкретный косметолог конкретная косметика она сейчас есть это наши ребята которые сделали специально это не какие-то средства адаптированные из парикмахерского мира это создана специально успокаивающая сыворотка она с антигистамином компонентом с увлажнением и то есть это лютейшая рекомендация в первую неделю я заплетаю 16 лет и как только появилась увлажняющая сыворотка и астрология использовать первую неделю на постоянность на всегда есть она создана специально для заплетенных людей заплетенными людьми не нужно этим пренебрегать потому что некоторые считают что это какой-то коммерческий ход развод на самом деле нет сейчас есть специальная косметика для брейдинга многие задают вопрос такой а в чем типа основная разница между косичками и дрэдами структура а еще ну смотри если мы откинемся к временам откинемся давай откинемся хорошо если мы телепортируемся обратно например в какой год когда я начала заплетаться 2008 тогда о заготовках как вот сейчас сделал мастер что-то вне твоей головы и потом тебе это примотал тогда вообще толком об этом никто ничего не знал делали какие косы классические точечные косы взяли каниколон волосики и своими заплели и так много часов миллион часов каждую косу формируя прямо на тебе либо делали как натуральные дреды взяли твою прядку начисали крючком потыкали сделали дредос . все но еще брейды плели косы по голове соответственно про заготовки тогда особо речи никакой не шло в россии этого не было и как бы все такие ну если косы то значит вот так вот много-много часов квадратная попка мастер охреневший и как бы миллион денег да одноразовая прическа соответственно заготовки существовали из разряда на ю тубе у каких-то американских или там английских мастеров все подсматривали пытались криво чесать каниколон пытались из него из негофрированного плести эти косы как-то приматывать так чтобы можно было например снять я помню когда у меня были знаешь что я нашла значит в интернетах дреды безопасный как прикрепляли мне мама приматывала там был видос значит вот делается дред за за господи делается начес там крючком прорабатывается потыкали крючком получается что остается хвостик и этот хвостик вот я сейчас расскажу я прям помню этот вид я вас мы пересматривала раз десять и потом еще с мамой пересматривали как это делать ты берешь выделяешь квадратик этот эту заготовку вот эти попереворачиваешь ее заплетаешь вместе с каниколоном в косу потом ты это дело опускаешь и сшиваешь ниткой да и это было просто знаешь это было это было в моей жизни были мои самые первые безопасные дреда получается и я хочу сказать что это было прикольно потому что я я вообще не понимала как по-другому конечно заплетать я помню этот метод крепления до сих пор существует капец я еще я потом нашла лену грозу и вот я с ней по скайпу скайп созванивалась она тогда попросила что-то по-моему то ли пять тысяч рублей то ли десять тысяч рублей за чтобы научить обучение да и суть в том что вот я прям помню мы созвонились с ней и вот у меня была манекен голова заготовка которую я сделала я просто тогда была так впечатлена она показывала как плетать дешку да 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 вот именно пол восьмерка да 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 но по факту тот метод который ты нашла и который вот ты сейчас описала этот метод до сих пор существует это метод крепления дредосах фейковых то есть это они максимально похожи на натуральные один квадрат одна заготовка спрятанное основание мне кажется гриш суворов до сих пор таким образом спрятанные которые при помощи крючка а тут нет там просто можно вот так ты заготовку вот так растеребонькала да этот хвост заплела косую проложила потом соединила вот так и и обернула либо нитками либо ты крючком берешь и кониколоном прошиваешь это есть такой метод постановки называется классические безопасные дреды то есть это один из самых первых методов которым можно было синтетику приделать так чтобы она была похожа на натуральная ну потому что там верхняя часть она стык-встык с корнями и при отрастании когда удлинялась своя прядка и это колобашка дреда отодвигалась вот эту часть очень часто не снимали перевплетая брали кониколон вот так вот шмонька ли оборачивали основание и снова крючком прорабатывали то есть коррекция при отрастании могла быть несколько раз каждый раз наращивая дред около корня мы так делали и такие дредос тоже носила преимущество в том что это выглядит прям реально у тебя квадрат из него штук торчит никаких обмоток никаких вот этих волосики сверху волосики снизу оно просто все спрятано это реально действующий метод и до сих пор его юзают капец другой вопрос что сейчас с помощью например да да и е вплета именно да и е заготовок можем сделать двойной объем не все любят чтобы один квадрат одна заготовка кто-то хочет мельче кто-то хочет прям в ворох огромного количества и при таком методе так не сделаешь а при постановке поверх мы можем это легко вообще сотворить как хорошо что сейчас есть много разных видов в плетении потому что в зависимости от густоты волос просто как раз у меня-то густые волосы и на одна заготовка и на один квадрат выглядит нормально для тех у кого волосы тонкие и у кого там объем волос небольшой это конечно я прям помню особенно каком поврежденный висок поврежденный край когда пишет там девчонка которая ведь я хочу чтобы около лица прям было густо-густо-густо ты просто вот эту височную прядку берешь височный квадрат думаешь там чихнуть лишний раз нельзя потому что ты сейчас приделаешь вот эту колобаху а она просто оторвется через два дня поэтому ну понятно что все развивается понятно что все методы отрабатываются но я считаю что с тех времен самый большой плюс что все-таки мастера начали делиться техниками ну да потому что раньше вот я сегодня утром разговаривала с клиенткой она готова где ты училась как ты училась игру в 2008 девятом году не было мастер-классов все мастера ревностно храняли свои техники я помню ответ одной из мастериц когда написала ей вконтакте о том что я хочу пройти у нее индивидуальный мастер-класс очно или как-нибудь по созвону по скайпу она сказала извини я мастеров не обучаю и вообще я типа своими техниками не делюсь вот это была ревность с точки зрения я тебя сейчас научу ты короче сделаешь на этом бабки больше чем я и вообще это моя секретная секретность и все и нет я так страдала я была готова заплатить любые деньги чтобы не тратить время на то чтобы тыкаться-пыкаться с каникалоном говорю я заплачу ну кому он нет я не учу сейчас чтобы зайти в брейдинг вообще вот так на лайте рассрочка от деньгова беспроцентная рассрочка это не реклама мне никто не платил вот я к тому что как бы мы в основном мастер-классы есть даже в рассрочку ну и это все доступ информации если мы брали раньше доктор дредс была доктор или дредлокс как-то американка девчонка вот у нее как раз первые видосы вот эти на ютубе где она стоит и смешивать каникалон она смешивает там фиолетовый и розовый все вообще делали скрины с этого видоса чтобы понять что она там делает как она это соединяет там как этот начес она такая вся знаешь будем модифицированная такая вся вот ух такая жесткая у меня такие локи такие с головы торчат прямо она стоит такая сейчас все будет никакого перевода ничего никаких субтитров тебе вообще ты просто сидишь и ловишь каждую секунду чтобы примерно хотя бы понять что она делает руками боже какое у нас сейчас прекрасное время что столько информации с одной стороны с другой стороны не не я считаю что очень хорошее время это круто ну азаму что мы обесценивание это уже другое вот но по факту то что сейчас добыть можно всю эту инфу это очень большой прорыв и то что все стали относиться но большинство все-таки мастеров так типа я поделюсь мне не жалко да это это хлеб мой это мои деньги поэтому платите но как бы хотя бы эту инфу можно стать раньше за деньги нельзя было а теперь за день-то из того что там в голове у меня всплывает есть люди у которых был негативный опыт носки разного вида сплетения мне конечно хочется сказать что уважаемые люди у которых был негативный опыт вспомните во-первых где это этот опыт у вас был потому что очень многие свои первые косы вплетали на каких-нибудь пляжах в адбере и это были или в турции и это была естественная история на потоке сделанная и и конечно работа профессионалов брейдеров очень сильно отличается от потоковых мастеров которые там плетут в четыре в пять рук и абсолютно не анализирует какие волосы потому что допустим есть прекрасные наши афроамериканцы которые могут делать отличные заготовки вернее не заготовки от плет но они тоже очень не учитывают особенности строения волос европейских славянских и делают по привычных по привычным схемам своим и там конечно можно травмировать абсолютно сильно волосы поэтому здесь просто призыв к тому что если у вас был негативный опыт я настоятельно рекомендую вам набраться сил чтобы пересмотреть эту историю потому что не все может быть плохо и и и афроприческа это же можно назвать она может быть комфортной просто нужно обратиться к тем специалистам которые с которыми ну комфортно работать которые профессионалы и тут тоже очень важный момент если у вас есть какие-то проблемы с вашими прическами первое кому вы должны обратиться это к тому специалисту который вас заплел потому что начинается вот эта игра в а я узнаю сейчас все сам потому что вы боитесь что у вас будет какой-то конфликт или еще что-то и если у вас действительно какие-то ну сложились неоднозначные впечатления с мастером вы не хотите с ним никаким образом взаимодействовать это одна ситуация другая ситуация если у вас никаких конфликтов не было просто вы можете всегда написать задать вопрос спросить как быть потому что что с окрашиванием волос что с любыми другими услугами лучше сразу при возникновении каких-то вопросов задать вопрос своему мастеру и все и если уже у вас не получается найти какое-то решение и вас мастеры ваш мастер вас игнорирует то тут уже ну как бы другая история здесь надо связываться с другими специалистами но если мастер адекватный то он все вам подскажет и я тут как бы тоже хочу и к мастерам обратиться я вас очень прошу не быть скажем так как сказать агрессивными для ну к своим клиентам потому что есть некоторые мастера которые как-то очень пассивно агрессивно реагируют на вопросы ну это называется клиентоориентированность потому что если у человека у клиента возникают вопросы он в моменте не смог его задать и мастер потом начинает цыкать в сообщениях что ты задаешь вообще-то я вам все рассказывала ну то есть человек вот допустим я пришла к тебе ты выдала там за эти 20 минут информации там охренеть как много и мне это 80 процентов ты забыла мне это как человеку опытному который работал с непосредственно вплетом много лет для меня это все знакомое и все понятно а для человека который в первый раз в жизни приходит для него это просто такой поток он уже охренел и у него стресс он как бы на себя смотрит у него там какие-то штуки какие-то нитки что-то еще какие-то там ну я поспала проснулась короче к тому что информации очень много поэтому у нас есть письменные памятки которые в мессенджер мы сразу по запросу высылаем где все то же самое что я говорила на протяжении двух часов оно все то же самое в буквенном варианте и более того вот эта клиентоориентированность ты заговорила хорошая тема на самом деле еще история заключается в чем некоторые люди клиенты думают что мастера задача продать ну типа задача продать и короче у тебя что-то случилось сейчас тебе все объясню тебе просто показалось и я встречала такое мнение среди клиентов что мне кажется она меня газлайтит вообще-то что типа да нет тебе показалось что у тебя чешется нет тебе показалось что раздражение и короче вот эта вот история начинается зачем я буду у нее спрашивать у нее уже задача чисто продать и она сейчас меня постарается успокоить чтобы только не переделывать это одна крайность вторая крайность от мастера блин она какая-то скандальная она хочет скандалить да чё у нее там ничего у нее там нету блин да чё она я же ей все рассказала и буквами чё она буквы не читает не читает а у кого-то на минуточку я профессиональный педагог начальной школы кто-то воспринимает ухами кто-то глазками а кто-то ручками и это странно но поток восприятия информации я тебе говорю ты запомнила вышла от меня все помнишь или следующее я говорю она вообще но потом когда она буквы увидела она такая о точно а третья наоборот девочки я тут решила помыть голову я все забыла я не помню вообще ничего и ты просто начинаешь ты помнишь как мыть она такая и она начинает сама писать и сам человек пишет и сам все вспоминает то есть это банальное восприятие информации и все оно бывает разное и вот эта вот клиентоориентированность она то еще заключается в том чтобы мастер определить а каким методом клиент меня лучше всего услышит и поймет это классно самый важный момент в этой всей истории я всегда на обучениях говорю и мастерам и клиентам которые например становятся мастерами я говорю помните один простой факт и мастер и клиент это два человека которые находятся в одной лодке и плывут они к одной цели не то что типа я тебе продала бабла с тебя взяла или ты с меня получил услугу мы обе в одну сторону плывем у нас задача чтобы тебе было красиво комфортно чтобы ты еще захотела вернуться чтобы ты получила даже если это одноразово положительный опыт чтобы ты получила кайфовые фотографии с отпуска или с мероприятия либо комфорт на протяжении полутора месяцев от двух часов дополнительных сна по утрам то есть как бы либо ты воплотила свою мечту побыть с короткими блондинистыми кудряхами когда у тебя черные волосы до попы то есть мы у нас цель одна вдвоем поэтому если мы друг на друга идем навстречу и прям решаем эту задачу когда все будет хорошо конфликтовать это какой-то совок а вот как вы это умрился сейчас трендом а вы что вы хотели поругаться? вы не просили нет я просила мне больше всего концовка нравится типа поругаться хотелось не можно поругаться если хочется мы ржем с постояшками вообще ну как с тобой сейчас да картинку пожалуйста получше не ну идеи для видео конечно нет но картинку могли бы получше сделать ну что вы готовы видеть финальный вариант того как мы сделали всю эту работу напишите плюс в комментариях пока не вышло да да вот такая вот у нас тут цветная история получилась ну что спасибо тебе большое дорогая смотрите сегодня у нас получился такой розовой ладонь я надеюсь что она отмоется от моих розовых волос сегодня у нас получился достаточно такой ламповый видос болтовнёй если вам понравилось обязательно напишите об этом и конечно же подписывайтесь на Ирину я хочу сказать спасибо тебе большое что столько лет ты плетешь меня очень качественно профессионально все разговоры у нас с тобой просто меня постоянно заряжает вообще я обожаю тебя я люблю солнышко это взаимно понятно так вот так ну все значит я пошла сегодня у нас день мамы я сегодня крашу маму об этом я тоже буду снимать видео но это будет отдельное видео потому что все это в одно видео в одно видео уже не хочу я вмещать вмещать будьте яркими вам меня не переплюнуть в любом случае так что все до свидания до новых встреч в новых видеороликах всем пока